Смотрите сюда, что бывает, когда начинаешь колесить деревья. Вот они, первые раны, вот они. И что получается? Раз, два, три. Все это превратилось в гнойник страшный. Прошли годы. Внимание. Вот, смотрите, что получилось. Раз и два. Вот такие дела. Теперь Анатолий перелизал под лицо с землей. А вот и ликвидировать ее надо? Да, ну все, она сгнила из-за моей глупости. Видишь, это самый край, да? Вот он, самый край. Этим деревьям примерно 20-25 лет. Ты представляешь, 25 лет назад я делал раны на кольцо. Вот так, Елене Брежно пилил. Вот это, увы, это уже когда я поумнел. Но было поздно, гнойник был готов. А, вот этот? Да. Вот этот. Вот как надо пилить. И никаких обрезок на кольцо. А, за под лицо не надо делать. Да, ну... Вся страна, весь мир называется Брежно на кольцо. Величайшая дурь, битая в башку. Если взять миллиард садоводов на земле, то у 999 миллионов, 999 тысяч, 990 человек, кроме десятка, вроде меня и моих учеников, никто этого не знает, что вот так надо резать. А вот это вот дурь натуральная. А вот это никогда не это. Почувствуешь разницу? Ты на камере все снимаешь? Да, снимаю. А что мне делать-то? Я же должен людей успеть, людей научить. Вот. Короче, я за пилой пошел. Давай. Ну, я сейчас закончу, и тебе еще покажу десяток. Тут уже не думать надо. Надо убирать. Жалко, страшно. Жалко, страшно. Он на основной сад туда перешел. Сейчас тут плохо видно, но вся молодежь уже вон там. Это тот самый кочущий питомник, когда подрастающие деревья, оставленные навсегда, выдавливают саженцы, продажные на новое место. Вот так вот. А сейчас что получается? Сейчас, если вот эта поляна, стоит убрать вот такое дерево, и получается в тройне поляна. Это королевский абрикос. Ну, все, значит, нельзя трогать. Толя, вот этот, на вытянутую руку все спиливай, омолаживаем королевский. Но оставляем. Что, завожу я еще? А? А нет, нет, как только закончу съемку. Я уже скоро. А у самого сердца трепещет. Валидол кончился. Ох, рискую его. Такой день без валидола приехать. Бай. Толя, я тут тоже омолаживаю. Запомнил? Вот ту и эту. На вытянутую руку все к чертовой мати. Омолаживаю, выбирать не будем. Вот. Ой. Вот на этом дереве висели плоды. 120 грамм. Это второе поколение академиков. Ё-моё, я не видел, тут черенков полно. Ё-моё. А я же всем сказал, что они закончились. Ну что, а это тоже на вытянутую руку все спиливаем. Раз, два, три. Ой, не могу. Еще покажу сразу, пойдем. Это тоже академик, но я его так же калечил, 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 калечил. Вот видишь, это куча этого самого. Это бывшие сотни ведер травы превратились в компост. Видишь? Так вот, представляешь, стоя на ней, я делал обрезку вот с этого абрикоса. Он был мощный, красавец. А теперь что? Пила, все. Его карьера закончилась. Но это тоже сотни. Толя под корень. Да. А эти сотни веток, которые он дал, это и Сергей, вон он, питомник. Вот видишь, вот абрикосы, приготовленные на прививку. Вот. И продажные. И у меня, а да, у меня завтра вебинар, а ты их не смотришь, ты привык только лес пилить. А что завтра у тебя? Лекция по интернету. Ааа. И вот там я расскажу как раз про эти самые, в чужих садах, вот такие вот плоды. Это потомки вот этого вот. Вот этого. И вот тот, что я вот, вот этого. И вот этих. Да. Ну только стараюсь уже повыше. Ёлки, я как я не видел, что на нем десяток отличных, отличных веток. И сейчас надо. Ребята, налетай, пока есть. Потом я все ветки оттуда, что ты срежешь, я их оттуда, чик-чик-чик, и на продажу. Еще месяц, полтора можно торговать. А может, этот, может, этот самый, фильм поможет. Ну и я сейчас все два слова. Вот. Патриарх номер два. Ну как он может быть молодой патриарх? И вот 22 года вот этого дерева. Это жердель, привитый на манжурца. Вот того патриарха, сына привитого. Вот. И в этом году тоже 40 ведер дала. До этого рекорд был 23, а тут телевидение приезжает, на тебе, 40 ведер. На глазах у телекамеры. И вот его я решил тоже на нем должна... Это же Херсонская область, ты поверишь? И плоды вкуснейшие, а ты, может, не помнишь. Вот. Плоды вкуснейшие. И в Сибири, хоть бы хны, ни одной подмершеведчики. У потомков уже с косточки выращены, Сергей уже сотни выросил. Ни одной подмершеведчики. Человек в Херсонской области. В Херсонской области я привез. Украина, темнота. Это юг Украины. Ну, ну, вообще, я говорю. До Крыма 200 километров. Так а там на Украине... Тише, 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 туда чушь-то. Там теплее гораздо. А, так и ты знаешь. Мариуполь вот показывают. Я температуру передаю. Там же ведь Азовское море. Да, рядом. Там же все эти побережья, там тепло. Война началась, у нас уже зима. Так, нет слова война. Операция. Но операция военная. А то нам быстро перекроют кислород. Операция, операция. Ну, там тепло одно, а там еще было. Так, все. Давай теперь так. Я вот похвастался, что это дерево, я к нему не прикоснусь. Хотя оно занимает по... Все понял. Вот эти... Наверное, несколько соток занимает. Там допиливаю. Ага, ну, а я потом приду, еще скажу, что... Ну, выбора нет. Мы это оставляем. Это оставляем, не трогаем. Так, ну, в общем, посмотрели. Сейчас посмотрим, сколько тут записано. Ага, через три минуты он сам отключится. Если я раньше не отключу. Вот. Еще одно изувеченное мною дерево. Опять сотни веток. Теперь уже ветки негодные на прививку. Сотни веток. Это амур. Это амур. Теперь Толя с теми закончится. Я его подведу и скажу. Толя, оставляешь полтора метра. Раз. Полтора метра. Два. И полтора метра. Три. Все спиливаешь. Больше он ценностей не представляет. В 20 или 30 трехлитровых банок с косточки амурра несколько лет будут лежать в погребе. И за это время он полностью омолодится и даст новые побеги. Ну вот. Сейчас смотреть стало противно. Тут же все было. Видите, тут росли огромные груши. Я их выпилил. Абрикосы взамен. После семечковых мы садим косточковые культуры. И они прекрасно растут. Видите, этим блестой исполнилось три года. Вот. И этому исполнилось три года. А когда он не обрезан и весь в листьях, получается, довольно солидно выглядит. То есть, он как будто на чужое место занял, место груши. И там остались корни, груши, все. Я только грушу заподлесло, землей спилил, и все. Ну что, наверное, и время заканчивается. Итоги подвести. Еще раз. Это омоложение. Еще пару минут. Если я вот что скажу, друзья мои, когда вы видите, как берут тысячи, десятки тысяч рублей, чтобы омолодить одно дерево, не делайте ничего. Берите, приглашайте, вот так, как я лесоруба, и за несколько секунд, подчеркиваю, вот он, видите, за несколько секунд он вам омолодит. Вот омолодил, вот омолодил. Несколько секунд. Потом осталось несколько секунд, чтобы замазать густой масляной краской. Точка. Вот. Несколько секунд. Сами, сами. Не вы думаете приглашать за десятки тысяч якобы специалистов, которые возьмут вот такое дерево, вот такое вот. Да, действительно рослое. Видите? Вот. И начнет над ним издеваться. Они сделают полсотни ран. Часть веток с умным видом разогнут. Хотя эта форма для них является классической. Но они об этом же якобы не знают эти кандидаты. А у нас кандидаты, а у нас аспиранты, а мы Академия имени Тимирязева. Остальные ветки разогнут, хотя это противоестественно. Ну и наша песня хороша. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok